Девушки отдыхают Мы вроде спали вместе, но этого мало, чтобы сказать, вот это твоя дочь привет. Она что, удирает? Кристина! Ты вещи забыла! Мне только вернут ребенка, потому что это не мой. Кристина! Посадочный талон и паспорт. Моя подруга забыла свою дочь. Посадочный талон и паспорт. Да что ты, как попугай. С ребенком на руках. Не могу найти его мать. Я потерял все. Кошелек. У меня больше нет подгузников, и дочь идет. Вы говорите по-французски? Да, случается. Вы спасли мою жизнь. С удовольствием. Мы не слишком близко. Вы правы. Если вы передумаете, это мои профессиональные контакты, а это личные. Папа. Ты это сказала? Вы хоть немного представляете последствия вашего воспитания. На прошлой неделе она не появлялась вообще. Вот как? И что, даже в понедельник? Папа! Мама прислала мне письмо! Прекрати посылать поддельные электронные письма и скажи правду дочери. Однажды она поймет, что ты ей врешь, и поверь, это сделает ее по-настоящему несчастной. Я знаю. Твою мать. Мама! Это продолжалось восемь лет. Ты знаешь, что это такое восемь лет? Это целая вечность. Она должна вернуться, чтобы все было как раньше. Сэм точно так, как раньше быть не может. Если она приехала устроить скандал в семье, это не проблема. Я не хочу сделать ее несчастной. Можешь это понять? Глория появилась в моей жизни внезапно. Я не был готов. Но я сделал все, что мог. Я больше никогда тебя не брошу. Верь мне. Она вернется. Дай ей немного времени. У меня нет времени. Два плюс один. Пожалуйста, не заставляй меня. Я могу продолжить учиться на дому. Мне больше не о чем у тебя учить. И хватит уже прибираться. Одна узом этот вопрос. Что за одна узом? Ты не знаешь? А это мучат в школе. Доброе утро, Микфильмса! Кто мне скажет, сколько будет три плюс три? Очевидно же, что шесть. Мэри, встань, пожалуйста. Скажи, сколько будет пятьдесят семь умножить на сто тридцать пять? Ясно. Кто может? Тридцать пять тысяч шестьсот девяносто пять. Квадратный корень восемьдесят семь целых семь десятых. А что значит от науза? Ваша племянница одаренная. Я хорошо знакома с директором академии ОКС для одаренных детей. Нет, я обещал сестре, что у Мэри будет обычная жизнь. Она останется здесь. Там какая-то женщина у нашей двери. Это твоя бабушка. Вот жук. Это макбук, дорогая. Зачем ты приехала? Ты не даешь ей раскрыть потенциал. Много ли семилеток знают высшую математику? Вы забыли про отрицательное значение показательной степени. Мэри, почему ты сразу не сказала? Фрэнк запрещает мне поправлять старших. Никто не любит умников. Прошу суд предоставить моему клиенту полную опеку над ребенком. Нет! Нет! Ты хочешь сдать девочку в исследовательский центр, где она будет обсуждать математические проблемы со стариками из России до конца своих дней. А ты хоронишь ее будущее. Эвелин, хватит. Я воспитываю ее так, как этого хотела бы Диана. Если кто-нибудь заберет мою детку, я тебя придушула с ней. Моя сестра хотела, чтобы у Мэри было детство. Были друзья, чтобы она была счастлива. У вас есть медстраховка? Нет. Но присидели в тюрьме. Протестую! Чего ты боишься больше всего? Загубить Мэри жизнь. Мэри! Мэри! Неа. Командирша. Я в курсе. Он хороший человек. Он любит меня, а не моих юм. Ну что, ты готов? Поехали. Что это за цвет? Крайчный, Бэйк. А можно взять карандаш? И нарисовать лицо. Чтоб оно ожило, нарисуем глаза. Вся жизнь всегда в глазах. Это наш монстр. А с чего начинается эта история? С мальчика. Слишком взрослого для ребенка. Ты будешь жить со мной. И ничего тут не трогай. И еще слишком юного для мужчины. Ты никто. И что он сделал? Он призвал... Монстра. О. О, еще бы. Я знаю о тебе все. Все, что ты скрываешь. Все, о чем ты мечтаешь. Мне жаль, что это случилось. Но ты должен быть смелым. Понимаешь? Что мне еще разрушить? Разбей стекла! Разбей их сам. Слиться, это нормально. Знаешь, как я сама злюсь? Если хочется что-то сломать... Господи, так ломай же! Если бы у меня было сто лет... Все эти годы я отдала бы тебе. Мне страшно. Конечно, страшно. Но ты справишься. Для этого ты и призвал меня. Пойдем. В чем смысл жизни? Каково наше предназначение? Зачем мы приходим в этот мир? И почему еда с помойки всегда вкуснее? А вот, кстати, и я. Позже я побывал овчаркой, а потом вернулся совсем крохой. Столько жизней, а всего одна собачья душа. Но я забегаю вперед. Давайте начнем сначала. Мои самые первые воспоминания связаны с этим мальчиком. Его звали Итан. Бейли, 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 Бейли. А мне дали имя Бейли, 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 Бейли. Нет! Мы же были. Чего он добивается? Полезай. Выходи. Что бы с Итаном ни происходило, я был рядом. Готов? Всегда готов. Аборт, Бейли! Мы могли целыми вечерами играть с мячом. Итан был в восторге. Иногда его нужно было слегка подтолкнуть. Нет, куда? Ой! Извини, пёс вдруг сорвался. Может, тебе стоит научить его хорошим манерам? Все дни мы проводили вместе. Чем они там занимаются? Еду делят? Нет, не похоже. Да! Годы шли, и отмеренное судьбой время с Итаном подходило к концу. Мне будет тебе не хватать. А потом произошло невероятное. Я вернулся. А где мы? Я теперь девчонка? Молодец, хорошая девочка. У меня появилась важная миссия. Человек снова нуждался во мне. Потом еще раз. И опять... Привет, малыш! С каждой следующей собачьей жизнью... Эй! Нет! Я понимал людей все лучше. Где ты его нашел? Хорошо. Готов? Опор! Я пытался найти логику в происходящих событиях. Какова была цель моих странствий? И при чем здесь бекон? Пока мне есть кого любить и возможность лизнуть, у меня есть цель. Собачья жизнь. Расскажите свою историю, Роуз. Когда я встретила Майкла Макнолти, то поняла, что буду ждать его всегда. Я уеду ненадолго, Роуз. Надеюсь, ты меня дождешься. Кому ты симпатизируешь? Нам или британцам? Тщательнее выбирай, с кем общаться. Женщина может смотреть мужчине прямо в глаза. Если она его жена. Я лучше пойду. Будешь со мной встречаться, Роуз Клэн? Я бы могла. Будь у тебя манеры. Ты понимаешь, какой властью обладаешь? Роуз! Я не хочу, чтобы на меня все глазели Джек. Я люблю тебя, Роуз. Иди домой, Джек. Открывай. Говори, где он. Ты пришел, чтобы забрать меня домой? Да. Склонна к нимфомании. Нуждается в интенсивной терапии. Беги, Майкл, скорей! У меня предписание забрать вас в лечебницу Сен-Валентайн. Укройтесь одеялом и успокойтесь. Но я ничего не сделала. Живо! Есть такая болезнь, которая не позволяет людям воспринимать истину. Я назвала свой дневник «Книга Роуз». Это мое тайное описание. Я ирландка, святой отец до мозга костей. Как вы себя чувствуете? Словно у меня забрали душу. Две истории, которые верятся. Что я говорил? Нельзя смотреть в глаза. Я боюсь себя. Пожалуйста! Пожалуйста! Майкл! Роуз! Истина – это все, на что смотришь с любовью.